На Донбассе состоялось первое боевое применение беспилотника «Байрактар», после которого гаубичный расчет российских наемников больше не будет тревожить ВСУ, а некоторые их там нет и успокоились навсегда. БПЛА «Байрактар» пустили в ход после того, как был совершен очередной обстрел позиции украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного, в результате которого погиб воин бригады. Убеждать террористов не провоцировать ВСУ методами дипломатии не удается. Пришлось накрыть позиции управляемой бомбой беспилотника. Важно отметить, что прямой приказ на устранение их там нетов в ответ на убийство украинского воина отдал главком ВСУ залужный. Таким образом, тактика «главное перестать стрелять», которую продолжает повторять Зерезидент, больше не является прикрытием для бесчинств террористов и на каждую подлянку они будут получать симметричный ответ. В Балалайне от события возле Гранитного пригорело и пропаганда начала разносить весть о том, что Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон. Вонь поднялась не столько из-за того, что после удара беспилотника пришибла очередного их там нета, а потому что российское ПВО и средства РЭП, которые развернуты в этом районе, не только не смогли создать помехи и сбить беспилотник, а даже обнаружить его. Российское ПВО в очередной раз показало свою непригодность в противодействии современным технологиям ведения боя. Так было в Карабахе, так происходит на Донбассе. Кремль мобилизовал своих друзей из немецкого МИДа, который сразу высказал глубокую озабоченность и заявил, что беспилотники на Донбассе имеют право запускать только мониторинговая миссия ОБСЕ. Немецкий МИД возмутило и обеспокоило усиление боевых действий на востоке Украины, а также сообщение украинского Генштаба о том, что ВСУ в ответ на артобстрел и убийство солдата применили дрон Байрактар. По логике Германии, украинская армия и дальше должна терпеть обстрелы и убийства военных, потому что только ОБСЕ, миссию которого на Донбассе заблокировала Россия, может использовать беспилотники. Кроме внезапной озабоченности Германии в ответ на удар украинского беспилотника, на полную заработала пригожинская ботаферма, которая начала разгонять темы, что дроны не такие, стреляли пистонами и почему из трех гаубиц накрыла только одну. Реакция Кремля и сочувствующих на первое боевое применение нового вооружения ВСУ – лучший показатель того, что беспилотники необходимо использовать по максимуму. С нашей стороны отметим, что Байрактар зарекомендовал себя с положительной стороны, кстати, атаковал беспилотник с расстояния около 11 километров и фактически пристреливался. За последние два года войны – это отличная новость и хорошая мотивация для ВСУ, которые все это время только сидели и ждали, когда прилетит. Теперь террористам может прилететь откуда угодно в любой момент.